Всем привет, ребята! Мое прошлое видео было о машинах, мы были в салоне Volvo, был краткий обзор машин Volvo, техобслуживания моей машины и так далее. В этот раз я хочу продолжить тему машин и рассказать о том, сколько стоит содержание машины в Европе, на примере в Бельгии. Так что давайте не будем ждать и начнем. Но прежде чем мы начнем, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео и комментировать. Поехали! Я постараюсь не растягивать видео и быть более кратким и говорить по фактам. Часто при расчете страховки налога и так далее и тому подобное берется за основу машины, то есть какого года у вас машина, мощность машины и так далее. То есть перед покупкой машины обязательно убедитесь, сколько она вам обойдется после покупки машины, чтобы потом не выпустить глаза и удивиться, а почему я должен платить столько много? Первое. Веркерсбласень или же налог на езду, я его так называю. Этот налог вы должны платить каждый год за то, что вы ездите по дорогам в Бельгии. Он вычисляется на основании, какой у вас двигатель в машине, ну и также других факторов о машине. Но вкратце, если сказать, для 2-литрового объема выйдет около 400 евро, а для 6-литрового двигателя выйдет аж на 3000 евро. Так что подумайте, прежде чем покупать машину, нужна ли вам такая мощная машина. Ну и если у вас есть деньги, вы можете купить такую машину и вы можете платить такой налог. Страховка. Страховка также рассчитывается в зависимости от того, какой у вас автомобиль. От вашего возраста, вашего местоположения проживания, а также вашего стажа. Но стаж считается только тогда, когда именно вы были застрахованы. То есть, если вы ездили на лизинговой машине, в машине этот стаж вам не считается. Потому что лизинговая компания страховала эту машину. Страховочные фирмы работают с очками. То есть, если вы только застраховались, у вас 11 очков. И каждый год, когда вы проезжаете без аварии, отнимается одно очко. И так вы можете дойти до нуля. То есть, вы будете платить там самое мало. Но если же происходит авария по вашей вине, то очки прибавляются. А прибавляется не плюс одно, а плюс пять. И так вы можете, если я не ошибаюсь, дойти до 22 очков. То есть, есть базовая цена, и она умножается на эти очки. Так вот можно рассчитать. Машина, допустим, двухлитрового объема. Человек старше 26 лет. Только застраховался. Он будет платить плюс-минус 800 евро. Техобслуживание. Если вы не спец в машинах не разбираетесь, то вам хотя бы раз в год нужно будет обращаться в гараж. Где вам поменяют фильтры, долют масло, проапдейтят систему и тому подобное. И в прошлом видео я вам рассказывал и показывал, во сколько это выходит. Так что это выходит в плюс-минус 200-300 евро. В зависимости от гаража, от дилера и тому подобное. Также затраты техосмотр. Раз в год вам присылают уведомления о том, что вы должны пройти техосмотр. Там они проверяют, годна ли ваша машина ездить по дорогам в Бельгии и предоставляют ли опасности. Там они проверяют подвеску, тормоза, выхлоп, клаксон, фары. Ну, все конкретно смотрят и делают вывод, да или нет. После этого вам дают специальный документ, который вы, опять же, должны всегда иметь при себе. Если останавливает полиция, вы должны предоставить, что машина может находиться на дороге. И это обходится в плюс-минус 50 евро. Один из главных расходов в машине это топливо. Если вы ездите больше, то вы будете тратить больше. Если ездите меньше, то вы ее тратить будете меньше. На данный момент бензин 95-й стоит евро 23 цента. 98-й стоит евро 33 цента. А дизель стоит евро 16 центов. Конечно же, дизель дешевле, но он также более загрязняет окружающую среду. Поэтому налог на дизельные машины намного выше. И часто советуют, если вы проезжаете меньше 10 тысяч километров в год, покупайте бензиновую машину, это выйдет вам намного дешевле. И я сейчас просто из своего опыта примерно считаю, я раньше, раньше ездил каждый день на работу на машине. И это было где-то 60 километров в день. И в общем, если взять, я заправлялся два раза. И очень-очень грубо говоря, тут выходило 100 евро в месяц. Замен шин это еще один из затрат. Конечно же, в Бельгии это не обязаловка. То есть, ты не обязан переобуваться в зимние шины, а потом в летние шины. То есть, ты можешь ездить все время на каких ты хочешь. Но, имейте в виду, если вы едете в соседние страны, такие как Люксембург или Германию, зимой, то там ты обязан ездить на зимних шинах. Имейте это в виду. Если вас остановят и проверят, то вы будете платить штраф. На Бельгии этого не надо. Но, если вы хотите переобуваться, рассчитывайте еще где-то плюс-минус 50 евро. Честно говоря, я не знаю, так как я не сталкивался с этим. Я езжу всегда на летний. Даже зимой, когда снег, ничего, прорвемся. Мойка. Еще один из расходов. Конечно же, ты можешь мыть перед домом совсем бесплатно, но только платить за воду. Но, если ты едешь на мойку, то рассчитывай 10-15 евро. Еще один из расходов это парковка. Конечно же, если ты много едешь на машине, то ты будешь где-нибудь парковаться. А в больших городах найти бесплатную парковку нереально. Так что, рассчитывай на то, что ты будешь платить за парковку. Плюс-минус это 1 час 2 евро. Целый день в подземной парковке Брюсселя будет стоить 15 евро. Но это еще не так уж и много. Давайте вспомним Нидерланды, Амстердам, Роттердам и так далее. В центре города подземная парковка за весь день стоит 50 евро. Так что, у нас не все еще так плохо. В заключение, давайте подведем итоги. Сколько нам будет стоить содержание машины? 415, налог, 800 евро, страховка, 300 евро, техобслуживание, 50 евро, техосмотр. Итого 1565 евро. Это только содержание машины без езды и так далее. Допустим, вы будете заправляться раз в месяц на 50 евро. Итого в год 600 евро. Ну и, допустим, парковка, мойка, еще мелкие расходы 50 евро. Итого выходит 2215 евро в год стоит содержание машины и езды в Бельгии. Давайте еще не будем забывать то, что машина может сломаться. И это вам выйдет еще в копеечку. Ну а напоследок, у меня вопрос к вам. Сколько вам обходится ваша машина в вашей стране? Обязательно напишите в комментариях. Очень интересно. Ну а с вами был я, Игорь, с канала ИГТВ. Не забываем ставить лайки и т.д и тому подобное. Всего хорошего, до следующего раза. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok